В этом году российскому трамваю исполнилось 135 лет. 18 апреля по старому стилю 1898 года это транспортное средство появилось в нашем городе. Курск стал вторым в России после Нижнего Новгорода, где запустили электрический трамвай. Об этом событии писали не только российские, но и зарубежные газеты. Первые трамваи в Курске были бельгийского производства. То, что это транспортное средство станет весьма прибыльным по сравнению с конно-железной дорогой, поняли еще англичане и немцы. Однако перехватили инициативу именно бельгийцы, предложив свои услуги на рынке строительства трамвайных предприятий. В Курске, как и в многих других российских городах, трамвай строили бельгийские капиталисты. Акционерное общество «Курский трамвай» называлось оно. Возглавлял его здесь русский инженер, путей сообщения Иван Алексеевич Лихачев. Но акционерный капитал был бельгийским, руководство было в Бельгии и управлялось все из Бельгии. И, естественно, техника вся закупалась в Бельгии. Оригиналов тех самых бельгийских транспортных средств не осталось. На празднование столетия Курского трамвая в 1998 году впервые вышел на линию его репликар. За основу был принят снегоочиститель. Снегоочиститель ГС-5, который уже к этому времени был достаточно в ветхом состоянии. Но ходовая часть у него была хорошая, прочная. И его решили переделать. И вот на основе этой модели, которую я изготовил с учениками, и на основе описаний были изготовлены чертежи. По чертежам и снимкам слесали трамвайного депо и воссоздали старинный вагон. Чтобы транспортное средство было устойчивым и безопасным, привлекали даже специалистов из технического вуза. Ретро-трамваи делали целый год. Судя по фотографиям, курские трамваи были довольно-таки уникальны. Никаких подобных трамваев в других городах мы не видели. Таких же точно. Даже в Нижнем Новгороде, в самом близком по времени постройке трамвая, вагоны сильно отличались. Это была другая фирма совершенно, и вагоны выглядели несколько иначе. Сейчас на репликаре можно увидеть лампы, а тогда же в бельгийских трамваях освещение не предусматривалось. Поэтому старались ездить в светлое время суток. Позднее на вагон стали вешать керосиновый фонарь как внутри, так и снаружи. Проезд стоил 8 копеек, а половина маршрута 5 копеек. Это были достаточно большие деньги, ведь за 15 копеек можно было купить курицу. Но это не останавливало желающих прокатиться. Вагон вмещал до 40 человек. Однако люди стояли даже на задней площадке. Городская управа предписала скорость движения трамвая в не выше 12 верст в час, чтобы не выше скорости кареты губернатора. Но зачастую это все нарушалось. И вот на конечной остановке садился какой-нибудь богатенький подгулявший купец и давал рубль вместо 8 копеек за проезд. Это были огромные деньги. И кричал машинисту трамвая «Гони без остановок». И вот он гнал со скоростью до 40 верст в час, распухивая лошадей, людей. Пыль столбом летела, следом бежал городовой, свистел свисток. А потом городское управо делало предписание управления трамваяю, дабы не допускать скорой езды. Но эти случаи все равно повторялись периодически. Площадки управления трамваем были открытыми. Машинисты работали и в непогоду. Именно поэтому на эту должность брали мужчин. В 1930 году бельгийские вагоны сменили, уже вагоны советского производства, вагоны Матичинского завода стандартного типа серии Х. В 1952 году в Кузь пришли вагоны Рижского завода МТВ-82. И в 1964 году поступили вагоны РВЗ-6 тоже с Рижского завода. В 1967 году поступили чешские татры. Татры вытеснили быстро рижские вагоны. РВЗ-6 были проданы в Подмосковье. А МТВ-82 уже дослужили до 1973 года на пассажирском движении. В городе до сих пор можно встретить чешские трамваи. В 2007 году был куплен один отечественный вагон модели 71-403. Ежедневно на улице Курска выезжает 60-68 трамваев. Сейчас современного горожанина сложно чем-то удивить. А когда-то встреча с первым электрическим транспортом превращалась в большое событие. При открытии движения это описали корреспонденты Курских губернских ведомостей. Одна женщина, когда мимо нее проезжал трамвай, она смотрела на нее с большим удивлением. Потом встала на колени, заглянула под вагон проезжающий. Вагон уехал дальше, она встала, перекрестилась и говорит так, чтобы все слышали. Ползет, как змея. И вот эту фразу очень запомнили корреспонденты. И часто в курских изданиях курский трамвай называли ползучей змеей. Уже 117 лет в Курске слышен стук колес трамвая. Однако прокатиться на ретро-вагоне интересно всем. Мне нравится познавать мир. И мне хотелось бы знать историю своего города. Мне очень нравятся трамваи. Мне хочется узнать их, как они устроены. Сильно трясет и руль. Впечатления очень необычные. Конечно, по сравнению с нынешним трамваем, здесь как, ну не знаю, на камнеломне какой-то. Ну вообще интересно, конечно, потому что, ну я давно живу в Курске, но на таком трамвае, конечно, никогда не ездила. И очень интересно, как бы сразу видишь, как далеко ушел прогресс. И пусть сейчас большинство горожан предпочитают передвигаться на маршрутке или личным авто, остаются те, для кого трамвай, несмотря на свою неспешность, самый удобный транспорт.